Программа предназначена к просмотру для лиц старше 12 лет. Всем привет, и это дайджест самых интересных новостей за неделю со Скайланой. Крепитесь, владельцы PlayStation 4, ведь разработчики приключенческого экшена The Last Guardian снова перенесли игру. Напомню, что приключения маленького мальчика и большого грифоноподобного создания разрабатывают аж с 2007 года, то есть это уже более 9 лет. Игру постоянно переносили, и мы уже и забыли про нее, но на прошлогодней выставке Е3 разработчики снова анонсировали игру и сказали, что она выйдет 25 октября этого года. Теперь бедная The Last Guardian должна выйти 6 декабря, так что ждем, надеемся, но не факт. В предыдущем альфа-тесте средневекового экшена от Ubisoft игрокам будет доступно сразу 3 мультиплеерных режима. Это и дуэль 1 на 1, это и доминион в формате 4 на 4, и это, конечно же, потасовка 2 на 2. Но что самое интересное, что у игроков появится уникальная возможность поиграть за 6 крутых героев. Это Орочи, Кенсей, Берсерк, Варден, Рейдер и Завоеватель. Круто? Круто. Закрытый альфа-тест средневекового экшена For Honor начнется с 15 сентября и продолжится по 18 сентября на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Компания Sony выпустила новый трейлер грядущего экшен-РПГ под названием Horizon Zero Dawn от студии Gorilla Games. В нем нам показали красивейший открытый мир и механических динозавров. В этой игре есть все, что вашему сердечку угодно. Это вам и шаманские маски, и танец с бубном, и, конечно же, огромные красивые механические динозавры. Также в трейлере мы увидели главную героиню по имени Элой. По большей части трейлер был выпущен для того, чтобы игроки смогли увидеть техническую составляющую игры. Ведь, по заверению разработчиков, игра будет использовать все ресурсы PlayStation Pro по максимуму. Хорошая новость для любителей умных игр. В Steam из раннего доступа вышла амбициозная космическая ролевая инди-стратегия под названием Hell Science 6 Starbase Commander. Или, если переводить на русский, Зимородок 6. Это ретро-космическая РПГ с глубокими тактическими сражениями, строительством БАЦ, исследованием, управлением экипажа и неожиданным сюжетом с несколькими концовками. Описание, конечно, интригует, но еще более интересен тот факт, что при создании игры разработчики вдохновлялись такими классическими стратегиями, как Master of Orion, XCOM, Star Control и, конечно же, Civilization. И, судя по релизному трейлеру, нас ждет очень атмосферная игра. На этой неделе на ПК, Xbox One и PlayStation 4 вышла демо-версия футбольного симулятора FIFA 17. И, несмотря на статус пробника, игра предлагает нам кучу всего интересного. Здесь, например, нам предстоит потестить самое неожиданное нововведение для FIFA – это сюжетный режим под названием «Джонни». В нем вы становитесь Алексом Хантером, восходящей звездой, которому предстоит играть за Манчестер Юнайтед. Ну а в более привычном режиме быстрого матча у нас будет возможность поиграть за следующие именитые клубы. Английские Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Челси, итальянские Интер и Ювентус, французские ПСЖ и Лион, Мюнхенскую Баварию, американские Сиэтл Саундерс, японские Гамбо Осака, мексиканские Тигрес и, конечно же, Мадридский Реал. На прошлой неделе стало известно о скором большом обновлении игры Pokemon Go. Первое нововведение – это устройство Pokemon Plus. Это такой браслет, с которым вы ходите и ищите покемонов. Теперь вам не нужно постоянно смотреть в экран, а если поблизости есть какой-то покемон, то браслет завибрирует, и все, что вам нужно будет сделать – это нажать кнопочку, и покемон ваш. Также разработчики студии Niantic сделали обновление, которое помогает людям с большими пальцами без труда выбирать даже самого крошечного покемона. И, конечно же, самое большое и долгожданное нововведение – это режим под названием «Бадди Покемон». Суть ее проста – вы сможете выбрать любого покемона из вашей коллекции и сделать его своим постоянным другом. После этого, по словам разработчиков, вы будете получать некие уникальные внутриигровые награды и опыт. Например, если пройдете вместе с ним определенное расстояние, то получите конфеты. Какого бы покемона вы не выбрали в качестве своего верного виртуального товарища, он появится рядом с вашим аватаром-тренером и будет следовать за вами буквально по пятам. Ну и вы сможете в любое время поменять вашего старого Пикачу на какого-нибудь няшного Джиглипуфа. Как говорится, не имей 100 друзей, а имей большую коллекцию покемонов. На ком сейчас только не женится. И на животных, и на домах, и на машинах. Поэтому симпатичная девушка, пускай даже виртуальная, не самый паршивый вариант. Так подумал один геймер и решил жениться на персонажей из Overwatch, героине по имени Ангел. Но ребята из Blizzard сказали ему, что у него ничего не выйдет, потому что официальным бойфрендом Ангела считается Турбо-Свин. Брутальный Свинтус, который насаживает всех врагов в танк-рюк и пожирает их заживо. Blizzard сказали парню, не расстраивайся, ведь у нас еще куча женских персонажей. Это и Трейсер, и Роковая Вдова, и Дива, и Заря, и даже есть 60-летняя бабушка Анна. Ну, для любителей по сташе. С вами была Скайлана и дайджест самых интереснейших новостей за неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok